Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня наш разговор об исповеди. В своей книге «Полюбить церковь» этой теме вы посвящаете главу «Тайна благочестия», и вы подчеркиваете, что исповедь – это таинство. В чем заключается это таинство? Исповедь – это таинство, в котором человеку, который исповедуется, называет свои грехи перед священником, Господь невидимым образом, таинственным образом прощает его грехи. Вообще, мы называем таинствами все такие церковные священодействия, в которых происходит взаимодействие Бога и человека. Почему таинство? Потому что мы верим и знаем, что происходит нечто. Допустим, вот таинство крещения – обычный человек вводится в церковь, становится членом церкви. Таинство миропомазания – посредством миропомазания человеку сообщаются благодатные дары Святаго Духа. Таинство Евхаристии – хлеб и вино – таинственным, непостижимым, необъяснимым для нас образом, становится телом и кровью Христовыми. Таинство исповеди, когда человек рассказывает о своих грехах священнику, он не просто рассказывает, а кается в своих грехах, сокрушается в них, да, и Господь, сам Господь не священник. Священник так и говорит – я только свидетель твоего раскаяния. Господь отпускает человеку его грехи. Мы верим, опыт церкви, двухтысячелетний опыт церкви говорит о том, что происходит во время таинства. Но мы не можем объяснить это так, как мы можем объяснить химические или физические процессы. Вот происходит одно, второе, третье. И поэтому мы называем это таинством. В исповеди человеку прощаются его грехи, те грехи, в которых он раскаялся и которые он старается не повторять потом. – Почему простого раскаяния в молитве недостаточно? Надо исповедоваться священнику. – Это установление церкви. Об этом сказано в Священном Писании, о том, да, что вы исповедуете друг другу согрешение ваше. И, собственно говоря, вот на этом основано установление таинства исповеди. В древней церкви было так, что человек исповедовался всей церкви, вслух всей общины в своих грехах, которые он совершил, и Господь прощал ему эти грехи. Потом со временем вот таинство исповеди приобрело ту форму, которую имеют сейчас и на Западе, и на Востоке, когда исповедь совершается перед священником. Но присутствие другого человека, оно обязательно. И обязательно наличие раскаяния. Потому что просто поделиться своими грехами с другим человеком сегодня могут очень многие. Даже не просто поделиться, а хвастаться этим. Даже прибавить себе грехов. Но именно раскаяние, именно сокрушение в своих грехах и твердое намерение не возвращаться к ним, не повторять их. Это, так сказать, основное условие действенности исповеди. Как надо готовиться к исповеди? Просто проверять свою совесть, вспомнить все то, что отягощает ее, вспомнить все свои согрешения. Очень такая практика, удобная, последние десятилетия возникла. Обязательно написать на каком-то листе бумаги, чтобы не забыть. И на исповеди, пользуясь этой бумажкой, рассказать священнику о своих грехах. А может быть такое, что не в чем исповедоваться? Так не бывает. Бывает, что человеку кажется, что ему не в чем исповедоваться. Понимаете, в чем дело? Человеческая совесть – вещь очень такая растяжимая. И каждый из нас замечал, вот сделал какой-то нехороший поступок. И стыдно, неудобно. Как-то понимаешь, что неправ. Ну, час понимаешь, два понимаешь. К обеду уже как-то все это потихонечку затухает. А на другой день даже не вспомнишь. А что? А ничего. Все нормально. Вообще, христианину нужно регулярно испытывать себя, испытывать свою совесть и проверять, насколько далек он от Евангелия. Вот недаром в вечернем правиле существует повседневное исповедование грехов. Когда уже сам, находясь на молитве, человек перед Богом исповедуется в тех грехах, которые он совершил в течение дня. Он их перечисляет и просит у Бога прощения в них. Вот этот навык очень важен. Если мы будем просто забывать изо дня в день о том, что мы сделали плохого, то через какое-то время, когда нам вдруг придет пора идти на исповедь, мы посмотрим внутрь себя и скажем, а что ли, а ничего, все хорошо. Никаких у меня грехов вроде больших нет. Бывает так, иногда приходит человек, ну, батюшка, а вот я что, я не убивал никого, не грабил, не воровал, ничего, все нормально у меня. Это говорит о том, что у человека нет навыка такой внимательной жизни, внимательной к самому себе. Вот этот навык тоже надо вырабатывать. Это одна составная такая часть внимательной духовной жизни. – А все ли грехи прощаются во время исповеди? – Все. – А даже убийство? – Если человек в этом раскаивается, если человек полагает готовность, с одной стороны, никогда не повторять, а с другой стороны, претерпеть за этот грех определенное наказание, вот если человек приходит на исповедь и скажет, я убил батюшка, вот, например, что надо делать священнику, да, сказать, ты убил, поди, если до сих пор ходишь на свободе, иди и признайся в своем убийстве. Вот это будет твоя исповедь. Если человек пойдет и признается, я думаю, что да, грех будет прощен. Спасибо, Владыка. До свидания. Крещение Господне является одним из любимейших праздников православного народа. Праздник Крещения представляет собой воспоминание о том, как сам Господь Иисус Христос попросил пророка Иоанна Предтечи о своем крещении. Как повествует Евангелие, во время омовения в водах Иордана Дух Святой снизошел на Христа в обличии голубя. И был глаз с небес глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Так людям было явлено, что Иисус не только Сын человеческий, но еще и Сын Божий. Именно поэтому праздник Крещения Господня имеет и второе название – Богоявление. Праздник Крещения Господня или Богоявления Господня исторически праздновался вместе с праздником Рождества Христова, потому как содержательно эти два праздника очень близки между собою. Господь явился этому миру, потому праздник носит название – Богоявление. Христос родился и явился этому миру. Но потом появилось отдельное празднование события Крещения Господня, когда Господь приходит на Иордан и крестится от Иоанна. И когда, согласно евангельской истории, еврейский народ слышит голос Бога Отца, и Дух Святой в виде голубя снисходит на Господа Иисуса вот в водах реки Иордан. И это событие тоже начинает называться Богоявлением, так как в этот момент Господь в Троице явил Себя этому миру. Великое освящение воды – это торжественный церковный чин, который напоминает нам о присутствии Господа здесь, на земле. Духовинство облачается в белые ризы, чтобы с молитвой совершить великое водосвятие, которое происходит два раза. Первый – в крещенский сочельник, и второй – в сам праздник Богоявления. Но важно не просто набрать воды, а стать как бы соучастником ее освящения, благодаря всеобщей молитве. Традиция освящать воду дважды, два дня подряд, 18-19 января, старая, связана в большей степени с особенностями проведения богослужений в старину, когда освящалась вода как в храме, так и на открытых водоемах. Сейчас чаще вода освящается в храмах, поэтому и возникает, собственно, вопрос, а почему нужно освящать ее два раза одним и тем же чинопоследованием в одном и том же самом храме. Вот причина, скорее, исторического порядка, потому как в один день вода освящалась в храме, а в другой день духовенство вместе с верующими шли на открытый водоем, какое-то озеро, реку, и освящение совершалось там, на открытом водоеме. И таким образом происходило вот это разделение двух освящений, которые сейчас нам кажутся совершенно одинаковыми. Они действительно совершенно одинаковы по своему содержанию, одни и те же самые молитвы читаются, и по своему, если можно выразить так, качеству вода, безусловно, одна и та же. Как в старину, так и сейчас прорубь во льду реки или озеро, сотворенную ради крещенского освящения воды, именовали Иорданью. С незапамятных времен существует традиция купания в проруби. Следует отметить, что это по вере к учению церкви не имеет никакого отношения. Купание в Иордании – это именно народная традиция празднования крещения Господня. Оно не является церковным таинством или обрядом. Но следует помнить о благоговейном отношении к крещенской воде как к святыне. Если вы все-таки решились на купание, то должны это делать разумно и с молитвой, не заменяя омовением присутствия на праздничном богослужении в храме. К купанию проруби церковь относится спокойно. Это не является частью богослужения, не является частью литургической традиции церкви. С другой стороны, этот обычай глубоко укоренился в православном народе, не только на Руси, надо сказать. Такое обычай есть, на Балканах, в частности, тоже такая традиция существует. Но так как это не является церковным установлением, церковь не призывает, она не препятствует. Более того, открытые водоемы освящаются в праздник крещения Господня. Но при этом церковь не призывает и уж тем более не обязует верующих обязательно погрузиться в эту крещенскую купель. В день крещения Господня в Спасовознесенском кафедральном соборе Ульяновска состоялась праздничная божественная литургия с чином освящения воды. Сотни прихожан благоговейно молились вместе с владыкой Лонгеном и духовенством храма в этот торжественный день. Высокопресвященнейший владыка окропил многочисленную паству крещенской водой, после чего поздравил прихожан с наступившим праздником. Сердечно поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником, крещением Господним или богоявлением, когда Господь наш Иисус Христос принял очистительное омовение в водах Иордана от Иоанна Крестителя. Мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня собрались в храм, в том числе и для того, чтобы взять с собою крещенской святой воды, великой святыни, как называется она в церкви. Вода эта стала святой после того, как Господь наш, как Иисус Христос, погрузился в Иорданские воды и сделал их спасительными и целительными для каждого человека. И этот день мы с вами также вспоминаем, освящаем воду великим освящением и стараемся принести ее в наши дома для того, чтобы ее хватило на целый год. И желаю, чтобы благодать Господня видимым образом, в виде освященной ныне воды, всегда бы присутствовала нам в нашей жизни. И пусть Господь хранит всех нас в мире здравия и благополучия. Алексей Волжин, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Едва настал вечер, Жадовский монастырь засиял праздничным освящением. Вереницы машин текли нескончаемой рекой. Большинство из паломников, надеясь на малое количество своих единомышленников, прямиком направлялись в купель, чтобы в эту благодатную ночь окунуться в святой чудотворный Жадовский источник. Вода тут и в обычные дни считается целебной, а уж на крещение она насыщается особой божественной силой. И все же крещение Господне – это в первую очередь молитвенный праздник. Поэтому, пока одни паломники купались, основная масса вместе с братьями обители, во главе с настоятелем Жадовской пустыни, епископом Барышским и Инзинским Филаретом, начали шестичасовой молитвенный марафон в главном казанском храме обители. До полуночи трехчасовое Великое Повечерие. Песня. Песня. Ты, если Сын мой возлюбленный, о Нем же благом. Вы собираетесь до конца остаθения? Ну конечно, ради этого мы и приехали сюда. Какие ощущения у нас в таких службах длинными остались? Очень хорошее Как будто я домой приехала А усталость чувствуется? Есть немножко, но сейчас литургия начнется и все вернется Вся радость вернется А купаться будете в купель? Как Бог даст Почему приезжаете в Гражданский монастырь? Такие большие праздники Ну, не знаю, потянула просто Нравится мне здесь Иконы чудотворные Вообще нравятся здесь В святыне нашей области А какую усталость чувствуете? Все-таки пять часов очень длинная Почти нет Почти не чувствую Как вы думаете, почему? Ну, потому что я люблю Господа Когда на часах была полночь, владыка Филарет начал праздничную литургию По ее завершении крестный ход Во главе с архипасторем Братья монастыря и миряне Отправляются на святой жадовский источник Епископ Филарет отслужил часовню водосвятный молебен Осветил воду и окропил ее прихожан Ты, Бойся, Бог наш, из-за моря Свободил от работы И фараонин Моисеев род еврейский Ты, Бойся, Бог наш, облилый камень в пустыне И потекошной водой И потлоцной водой И завершенную деталь Осветил водой Ты, Бойся, Бог наш, из-за Воплое в небо Принилый Или ей, Зая, прессива Сам, в небе, Владыка, освети вода сию Духом Твоим Святым Сам, Владыка, ныне Освети воду Духом Твоим Святым Сам, в небе, Владыка Освети воду Духом Твоим Святым Праздник, естественно Набирайте водичку Праздник, благодать Духа Пресвятаго Твоимя Отца и Сына И все так и Дух Твоимя Отца и Сына Все Идите с праздником Также Владыка осветил и купель Одну из главных достопримечательностей обители И уже по возвращении крестного хода в храм Преосвященный Филарет обратился к прихожанам С праздничной архипастерской проповедью Всех вас поздравляю с праздником крещениям Или с благоявлением Праздник когда-то раньше Давно апостольские времена празднился Вместе с Рождеством Поэтому очень сходный И поэтому в конечном итоге разнесли на два праздника Но все-таки Воистину Христос Как воплощение Сына Божия пришло на землю И с человеком пожил Он принял то, что не может вместить истинного Бога Потому что Бог есть непознаваемый, неощущаемый, невидимый, непостижимый И вдруг Он приносит и приходит на землю Такой вот, что Он принимает зрак Жаский вот зрак человека Поэтому это величайшее чудо, величайшее для нас Цена, которую Бог дал нам для того, чтобы мы Его не оставили Чтобы мы были всегда с Господом Богом Ибо Он пришел на землю, чтобы спасти наше Господом Воистину, когда Он пришел на реки На реку Иордан, Киан А то благоставало, что я не достоин развязать ремень на обуви Его Потому что я человек сегодняшний, а он уже был И вот, когда приходит Христос к нему Иоанн говорит Ну, тебе ли от меня креститься? Я у тебя должен креститься Но Христос ему сказал Так нам нужно исполнить всякую правду Как раз эта правда заключается в том, что Бог Духом Своим Святым Вся делает, вся совершает, вся освящает Вся дает необходимое для нашей жизни Ибо без Бога мы есть ничто Без Бога место называется ад Вот когда у нас будет совсем ад здесь на земле То точно будем знать, что Бог нас здесь оставил Поэтому будем молиться, чтобы Господь нас не оставил Всех еще раз праздник Торжества в обители закончились уже под утром Паломники отправились по домам с полными сумками, забитыми бутылями со святой крещенской водой Многие запаслись из жадовского источника на весь предстоящий год Кстати, вода в источнике еще три дня до четверга включительно считалась крещенской И все эти три дня в жадовский монастырь приезжали люди, чтобы набрать благодатной воды и искупаться в ней Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для программы «Вопросы о религии» Здравствуйте! Иконостас Иконостас — это алтарная перегородка, которая деляет алтарь, горнее место, от всего пространства, всего остального храма В алтаре, в иконостасе располагаются ряд икон Первый ряд икон называется местный ряд Второй ряд — это ряд праздничный, третий — деисусный, четвертый — пророческий и пятый — проотеческий Конечно, все эти пять рядов бывают только в высоких храмах Обычно же в храмах располагается два, максимум три ряда икон Вот первый ряд икон — это там, где располагаются царские ворота, на которых обязательно располагается икона Благовещения Это в этом ряду располагается икона Спасителя, Божией Матери и обязательно того святого или икона того праздника, в честь которого освящен храм Второй ряд — это праздничный, в нем располагаются иконы двунадесятых праздников, тех, которые приняты в православной церкви Третий ряд — деисусный, то есть ряд, в котором располагаются к Христу обращенные Божией Матери Иоанн Претеча с молением И четвертый — это ряд пророческий, где обычно изображаются пророки И пятый ряд — праотический, в которых изображаются праотцы Обычно в большом храме, в иконостасе, в местном ряду есть еще две дьяконские двери На которой изображаются или архангелы, или первые декана, через которых выходят как раз на службе декана Храм в честь Рождества Христова в поселке Мостовая, по мнению историков, самый старинный в нашем городе К сожалению, многие горожане знают о нем не так много, а некоторые даже и не слышали Поэтому именно с него мы решили начать наш совместный с епархией проект храма земли Симбирской В самом начале, когда основано было село Мостовая, Слобода, здесь стояла деревянная церковь Рождества Христова Однопрестольная деревянная церковь Она простояла практически полторы сотни лет А позже, в самом начале 19 века, здесь был построен однопрестольный каменный храм Рождества Христова И служил здесь священник, отец Михаил, Михаил Гаврилович Малиновский Свою дочь Александру отец Михаил выдал замуж тоже за отца Михаила Лебедева Это была счастливая семья, у них родилось семеро детей Но самым главным детищем для отца Михаила Лебедева стал этот храм Здесь он открыл первую церковно-приходскую школу, публичную библиотеку Очень много книг отдал из собственного дома Возглавил общество трезвости села В 1891 году отец Михаил перестроил храм Однако колокольню не тронул Она осталась в первозданном виде с 1804 года Сам храм стал трехпрестольным Теперь здесь три алтаря в ряд Каждый престольный праздник проходит служба в том пределе, который посвящен именно этому празднику Слева у нас предел Казанской Божьей Матери Справа Николай Чудотворца И главный предел храма называется Рождество Христово Христо-рождественский храм В 30-е годы прошлого столетия, когда начались богоборческие гонения, храм был закрыт Пострадали и его священнослужители Сам отец Петр Юрьев был расстрелян в 1937 году Арестован и расстрелян А его сын Петр Юрьев тоже был репрессирован Отсидел в темниковских лагерях в Мордовии Его жена работала в больнице у известного врача Григория Ивановича Сурова Он был верующим человеком Похоронен у нас на Воскресенском кладбище И жена Игоря Петровича ездила к своему мужу в лагеря А врач Суров так ей составил ее дежурство, чтобы она могла это сделать Но никто, чтобы об этом не знал Позже из храма сделали зернохранилище А потом он долгие годы стоял пустым, ветшал и рушился Его возрождение началось, когда приехал в нашу симбирскую епархию Преснопамятный владыка Прокл в 1989 году Но основательно к его восстановлению приложил усилие настоятель этой церкви Протеерей Владимир Быков Он был направлен указом владыки Прокла на служение в храм в честь Рождества Христова в 1991 году При нем церковь обрела новую жизнь, получила второе дыхание Такого благолепия, конечно, не было Тут были голые стены, расписано все кругом Даже здесь шапола не было вообще Служили буквально в Казанском пределе Так вот огорожено было там Деверка такая была маленькая туда заходили И вот там стояла буржуйка Она топилась этой самой дровами там все И вот так отогревались немножко И так проходило богослужение По словам отца Владимира, только с Божьей помощью И благодаря большим стараниям прихожан Храм стал возрождаться Храм до сих пор восстанавливается Этим летом удалось отреставрировать несколько фресок Теперь со стен на прихожан смотрят ожившие лики святых Напоминая нам о многовековой истории храма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok